Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Продолжаем интервью с пастором Ярканатом. Как происходит процесс исцеления, освобождения? У кого-то это такое, знаете, чудесное, сверхъестественное вмешательство Бога, когда мы просто получаем что-то, а для кого-то это достаточно длительный процесс от сознания, борьбы, переживаний, падений, подъемов и так далее. Как это происходило в жизни нашего героя? Давайте мы его послушаем. Если сегодня в Писании же написано, если все чудеса, которые Бог делал в жизни, они бы не поместились, наверное, в эти 26 книг, да, Нового Завета, то я думаю так, что все, Бог, Он очень чудный, Он даже, знаете, как, знаете, после покаяния я даже не скажу, что я перестал употреблять наркотики. То есть были моменты, когда я шел, я встречал каких-то людей, и они могли меня угостить, и я, ну, не отказывался. Но все началось с того, что я сам стал перестать искать. То есть для меня это было вот прям просто вот, были деньги, там были какие-то определенные возможности, я перестал этого делать. То есть мне не хотелось разгрешить, вот просто вот употреблять наркотики. Просто, я не знаю, я вот удивляюсь, откуда вот, как это вот Бог сделал. Для меня это сегодня большая тайна. Если честно сказать, я даже, ну, не хочу разбираться. Я всегда говорю, это Бог сделал, и мне не важно, как Он это сделал, но Он это сделал. Это вот умом, потому что я просто не могу до сих пор понять. Я как-то так сильно не стараюсь, но это вот так произошло. Постепенно, постепенно Он мне вернул любовь, вернул мне сегодня, знаете, ну, доверие, знаете, такая, это бонус, он очень сильный бонус, который сегодня мы имеем, доверие к родителям, тех близких людей, в семье. Всего этого я лишился, и меня даже просто домой не пускали. И мне надо было по-новой учиться жить в 39 лет. Я по-новой учился жить, я по-новой учился завоевывать доверие. И сегодня, знаете, сегодня я точно стал мужем, главой, священником. Когда люди во мне это увидели, в первую очередь моя покойная супруга, она сразу, ну, все отпустила, все доверила, и вот так вот. Мы начинаем новый такой сериал «В капле». Я назвал его условно «Простые люди». И мне бы хотелось предложить каждому из наших зрителей, каждому, кто смотрит сейчас меня, принять в этом участие. Мы с вами, включая интернет, телевизор, мы смотрим больших, великих проповедников, людей, которые занимают определенную позицию. Они высказывают свое мнение по богословским вопросам, по вопросам жизни, веры, церкви, взаимоотношениям и так далее. Мне бы хотелось предложить вам, простым людям, простым христианам, высказаться. Возможно, у вас есть что-то наболевшее, какие-то откровения, какие-то вещи, которые вы хотели бы рассказать другим. Вы считаете, что это действительно важно и может принести пользу другим людям, как верующим, так и неверующим. Поэтому, если у вас есть желание, напишите мне, и мы обязательно снимем минимум одну-две программы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!